Доброе утро всем! Я наконец-то снова выхожу на свой YouTube-канал. У меня был достаточно большой период какого-то определенного затишья, но, может быть, это только к лучшему. И я, наверное, хотела бы на своём канале поговорить о бизнесе. Бизнес — это часть жизни огромного количества людей, и здесь написано очень много книг, есть очень много лекторов, которые говорят на эту тему, и с моим 15-летним опытом бывает много разных интересных ситуаций. Но в бизнесе лично ко мне приходят клиенты, чтобы я помогла им решить ряд каких-то вопросов. Я, наверное, всё же расскажу больше о своей специализации, потому что вчера после общения на переговорах со своими клиентами я поняла, что эта информация будет полезна для очень многих людей, потому что я её постоянно повторяю своим клиентам, и для них, для многих, хотя у них есть и высшее образование, и большой опыт в бизнесе, это становится чем-то новым. Я хочу поговорить об авторском праве на товарный знак. Авторское право на товарный знак — это разные объекты. Товарный знак — это промышленная собственность. Авторское право — это всё же авторское право. Разная природа. Авторское право у нас возникает с момента создания, действует всю жизнь автора 70 лет после смерти. Товарный знак у нас всего лишь на 10 лет. Различие между авторским правом и товарным знаком в том, что мы можем использовать авторское право в определённых защитных механизмах, когда мы хотим защитить свой бизнес. А также мы можем использовать авторское право на начальных этапах, когда мы ещё пока не понимаем, принесёт ли нам этот бизнес деньги, будем ли мы им заниматься достаточно серьёзно. Потому что по стоимости всё же фиксация такого объекта, она дешевле, чем регистрация товарного знака. Если считать, что мы хотим делать международный какой-то проект, то торговая марка — это достаточно дорогое удовольствие. Но авторское право вас защищает на территории мира и космического пространства. Поэтому, опять же, выгода в регистрации авторского права очень существенная и очень большая. Мы регистрируем авторское право на графический объект товарного знака. Он, конечно, должен быть изобразительный. То есть в нём должна быть какая-то изюминка, должно быть какое-то авторство. Это не может быть просто 2-3 буквы, и вот у нас есть авторское право на товарный знак. Всё же элементы такого авторства, они должны быть. Лично мы предлагаем своим клиентам регистрацию авторского права на графический объект в американской библиотеке, чем это лучше и почему всё же я рекомендую именно эту регистрацию. Если вы хотите заниматься международным бизнесом, то ваши партнёры, а также клиенты, им всё же будет важно, чтобы лучше, когда само свидетельство будет на английском языке. Потому что на этом языке разговаривает большая часть мира. Это третий язык по общению. Первый китайский, второй испанский, третий английский. Поэтому вы будете понятны для очень многих. Во-вторых, 24 часа в сутки можно подать на регистрацию, а для регистрации очень важна дата создания. То есть чем быстрее вы подадите, тем лучше в случае каких-то спорных вопросов. Со-авторство на графический объект вашей компании, он может вас защитить в каких-то не очень красивых ситуациях, если происходит захват бизнеса или вас выводят из состава учредителей. Поэтому это один из таких хороших механизмов защиты. И даже если у вас была ситуация, и вас вывели из учредителей, то без вас не могут, потому что вы всегда можете, как соавтор, запретить использовать графический объект кому-либо без вашего разрешения. У вас есть на это законное право. Особенно это интересно, когда ваши оппоненты захотят выйти на какой-то другой рынок. Например, у меня была история, когда бывшие партнеры захотели выходить на немецкий рынок, но они понимали, что они не могут, потому что есть законные права еще одного соучредителя. И в связи с этим им нужно все же договариваться, им все же нужно находить какое-то мировое соглашение. Поэтому это такой защитный механизм. Также большая роль играет, когда у нас есть право наследства. Вступление в наследство, получение роялти на предприятии, все это можно оформить, все это можно организовать, особенно если бывают разные ситуации. Иногда молодые совершенно предприниматели, соучредители умирают, и тогда им очень все же важно, чтобы была защита их детей, их семьи. И это один из таких способов легального получения роялти, предприятия, обязанностей. И это все можно документально оформить. Поэтому здесь много интересных деталей. Авторское право можно достаточно широко применять в бизнесе. Да, у нас есть другие способы промообразец, у нас есть патенты, это тоже хорошие конструкции для защиты. Но авторское право – это всегда хороший повод. И у нас есть закон, у нас есть конвенция, которая защищает. Поэтому для юристов, типа, или сейчас у нас формируется суд по индивидуальной собственности, я уверена, что сейчас начнется достаточно интересная судебная практика. Мы молодые для юристов, для нашего государства индивидуальной собственности. Это все-таки еще пока декоринга. Но в мире это очень распространенный объект. И им нужно использовать, если мы все же развиваем предпринимательство, если мы занимаемся развитием нашей компании, то, конечно, этот объект его нужно учитывать и понимать. Всем хорошего дня! И пока! С вами Алена Юрьевна Юрьевна. Я никогда не говорила такое, но ставьте лайки, пишите какие-то свои комменты, потому что мне это будет стимулировать записывать дальше видео и рассказывать о предпринимательской жизни юриста. Пока!